привет вселенная это сергей ульянов и сегодня у нас такая тема для меня достаточно личная потому что было попить перед тем как я начал эту съемку ну ничего страшного попью в кадре живая жизнь на все по-настоящему да и честно говоря неплохо было бы конечно промочить горло перед перед этой серьезной темы в какой-то момент наверное около 30 наверное до меня дошло что я вырос беспризорником но то есть дошла эта информация не сразу она была достаточно болезненной в чем дело что что собственно произошло я был достаточно ранним ребенком моих родителей моя мама забеременела когда мне было 17 моему отцу было тогда 19 и когда я появился на свет моей маме было 18 отцу было 20 понятное дело что сейчас когда мне уже 34 я понимаю что это дети что они были детьми что у них была одна из первых влюбленности у моей мамы так точно она была безумно без ума влюблена моего отца уже непонятно там да кто как чем очаровывал да но как и первое как и любая такая первая подростковая сильная ничем не обоснованная любовь она точно так же быстро скоропостижно закончилась обернулась в какие-то очень тяжелые тяжелые для них обоих взаимоотношения там со всякими там начались какой-то 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 алкоголь какие-то побои какая-то в общем какая-то жесть началась ну в общем такая маргинальная история абсолютно и причем что достаточно непонятно от чего она началась но факт остается фактом мои родители расстались достаточно быстро это было травматично мой отец оказался в тюрьме ну так как у него уже были склонности да вот избивать там то есть моя мама там в какой-то момент в один из таких побоев лишилась нескольких зубов нескольких зубов и я долгое время думал что мой отец сидит в тюрьме потому что он сбивал маму и оказалось впоследствии что это не так что он совершал еще и другие преступления из которых по итогу он сел в тюрьму и собственно я так думал что они развелись из-за того что он избивал мою маму оказалось что причины были в другом абсолютно не все это не открывалось постепенно и достаточно рано я уже даже не помню с какого возраста может класса 2-го с 3-го ну то есть из моей жизни ну то есть мы когда я был маленьким я плохо это помню но мы постоянно то это я был с мамой с папой вместе жили в одной квартире то потом мы возвращались в дом к моей бабушке и для меня это было все как будто бы я не совсем понимал почему мы переезжаем там иногда там ночью приходил этот отец какие-то крики вот эти слезы вот это вот все этом кричу не бей мам в общем вот это вот все и только потом уже ты понимаешь что это ну то есть что что было на самом деле да в каких обстоятельствах я вырос но я точно также плавно и не заметил как моя мама пропала из моей жизни я даже вот не могу сейчас сказать в каком возрасте был ну то есть я не знаю второй это был колосс третий я нет я не знаю но в общем моя мама отойдя там да в какой-то момент тут взаимоотношения с моим отцом начала искать искать не искать в общем как это правильно называется но 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 новые отношения и в тот момент когда она их нашла она переехала жить к своему новому бойфренду и у нас была с ним встреча она была достаточно неприятная для меня вот я как-то пытался как-то я вот такой какой-то я даже сейчас вот думаю чего я пытался к ним как-то вот там они там где-то я не знаю вот лежали вдвоем на диване я там пытался к ним в третий туда лечь на этот диван я еще тогда не понимал наверное понимала не знаю что пришел новый человек ну типа который будет выполнять какую-то роль родителя но все это было так не 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 прямо не прямо говоря неоднозначно тогда и я как-то пытался но я помню что он не там какой-то какой-то сливу какую-то сделал такую что я прям заплакал ушел прямо ну вот в ванну смотреть у меня был синий нос то есть я не мог понять зачем зачем мне сделали эту сливу я никому ничего не причинил никакой никакой боли зачем вот и в общем какой-то момент моя мама просто переехала к нему жить ну то есть сначала этом я просто оставался с бабушкой с бабушкой у нас были великолепные отношения я переезжал к ней на работу в общем объект ну как бы я не заметил в какой момент моя бабушка превратилась в мою маму и так как меня бабушка достаточно молодая и на тот момент было условно если меня родили в 17 моей маме было когда мне было 10 27 соответственно когда моя бабушка около 40 пяти в общем как-то так я не знаю сколько какой конкретно около в общем достаточно не знаю у нас еще все моложалые такие в семье и я как-то не заметил как мало только начало приезжать только на выходные и там или там мы с ней там созванивались по телефону что-то там разговаривали моим воспитанием моей там всей моей учебой и там всем всем тем что было у меня в жизни занималась моя бабушка и как-то я всегда считал что моя мама там мой лучший друг что она меня очень сильно любит вот меня я я вот сейчас боюсь ответить на этот вопрос я не знаю мне преподносили это как в общем какой-то момент ко мне пришли и спросили меня ты хочешь перейти в другую школу и переехать к маме или ты хочешь остаться здесь с бабушкой и ходить в свою школу в которой ты уже ну мол знаешь всех одноклассников в которых которые у тебя совсем хорошие отношения или нет я сейчас боюсь конечно сказать что этот выбор сделали за меня но мне преподносили эту информацию так мол что ты по моим внутренним ощущениям не преподносили эту информацию так что тебе лучше здесь остаться потому что здесь твои друзья здесь все я как бы с этим согласился вот но я честно скажу я на эту тему думал много раз и я учитывая то то что было потом мне кажется что преподносилось это именно так моей бабушке действительно ей нравилось меня растить это точно я знаю потому что она прям ну то есть при всех тех ситуациях которые были в нашей жизни я знал что бабушка это прямо ну она правда была моей мамой и отношениями от нее никогда не было бабушки ну то есть я называл ее бабушка но это всегда были какие-то такие очень теплые отношения как никак не как будто ты в гостях у какой-то бабушки как будто это вот ну как мама я не знаю но ну в общем я тогда не давал этому никаких оценок это был очень быть был был очень теплый добрый союз и наверное в каком-то смысле так как бабушка все-таки бабушка да она есть как бы она как бы немножко тебя балует потому что ты все-таки не совсем чтобы ее ребенок да и я не знаю мне кажется что я меня растили разбалованным ребенком и в какой-то момент я еще тогда плохо понимал что у моей бабушки рак в этот момент у нее начала отниматься рука она начала дрожать нее вот так вот ну то есть я знал что у нее был рак рак почки почку ей вырезали вот и врачей много раз я слышал эту легенду о том что скорее всего враг вернется что это временно то есть то что почку вырезали во первых с одной почкой условно говоря жизнь сокращается на 50 процентов во вторых скорее всего рак вернется и когда началась вот это вот история с рукой я не я ну как бы это было страшно правда ну то есть моя бабушка была абсолютно здоровым человеком очень позитивной светлой женщиной и когда ни с того ни с сего начинала дрожать рука она сама не понимала что с этим делать и я просто ложился обнимал ее и мы ждали вместе пока рука успокоится потом она успокаивалась но это возвращалась вот потом ходили вместе с ней в какие-то медцентры она там делала себе кт мозга и я я как сейчас помню что я заходил в эту комнату где были мне было интересно я был маленьким не хотелось там вот какие-то экраны какой-то там вот цилиндр вот это в которую там завозит человека мне совсем этим было интересно наблюдать этом тайком пробирался там открывал эту дверь смотрела что смотрят врачи я такой прибегла бабушки говорю он бабушка там там картинка фотография мозга а на мозге вот какие-то такие темные пятна и бабушка такая говорил понятно и становилось грустно и это я сейчас только понимаю что ну какую я информацию ей передавал тяжелую и не немного времени прошло я был в шестом классе моя бабушка умерла от рака мозга она просто утром не просто ну как бы как она была еще система функционирования были рабочими но она не просыпалась ее забрали в реанимацию в реанимации сколько понял она пришла в сознание но она не разговаривала врачей было подозрение то что она что она потеряла память вот из и сказали что забирайте ее домой умирать ну чтобы она дома со своими с близкими людьми последние дни свои встретила тогда и мне вообще я в это абсолютно не верил я честно говорю что когда ее привезли домой я к ней даже не приходил мне сейчас сложно объяснить правда сложно не правда сложно это объяснить я не знаю как это объяснить но я почти к ней не подходил много лет потом после этого ящик я себя винил за это за то что я к ней не подходил просто вокруг нее всегда было очень много людей кто-то там ее кормил пытался кормить чем-то жидким какой-то каким-то супчиком как тут и что-то ну за ней было большое количество там до внимания уделено и я не хотел то ли мешаясь то ли не хотел так как я понимал что ей нужно вот так я не знаю что но в один раз когда я к ней пришел но я прям хорошо помню этот раз то ли я верить не хотел я не понимаю почему и почему я не подходил я не знаю это было несколько дней я прям прям несколько дней не подходил я не понимаю почему в общем в один день когда я к ней подошел она посмотрела на меня она лежала она подняла так руку начала гладить меня по по лицу я понял что она точно не потеряла память что она создал что она помнит меня что она знает кто я и после того когда вот это произошло многие люди которые стояли там видели это начали говорить о том что видимо ну да значит она не потеряла память если они за несколько дней которых я к ней не подходил этого не поняли возможно действительно ждала пока я к ней приду может быть ей те люди были не очень приятно может быть она я не знаю в общем через какое-то время я не знаю на следующий день через несколько дней мне кажется что прошло мало времени после этого она умерла я помню мама утром пришла и сказал что что-то произошло но тот момент я еще очень понимал как как моя жизнь изменится после этого потому что я не знал мне было 12 лет я не знал что это будет тот день когда я стал сиротой я вот сейчас вот рассказывают и понимаю что я только мне где-то к 30 годам стало понятно что я чтобы что у меня была мама которая умерла когда мне было двенадцать что все то что было потом это было каким-то непонятным в общем это вот такой вот если вы знаете эту историю про гарри поттера когда вот у тебя якобы вы вроде есть родители но которые тебя ненавидят которые ждут когда ты исчезнешь вот это была история про мою жизнь я да и честно говоря я много лет даже не понимал что я вот тех обстоятельствах нахожусь меня забрали просто бабушка умерла меня забрали жить в другой дом у меня была даже своя отдельная комната в трёхкомнатной квартире но отношения сразу не заладить сразу не заладить я видел что я лишний здесь что со мной никто не хочет общаться мама там постоянно говорила ну подойди спроси помощи там там ее бойфренд занимался какими-то что-то делал какие-то табуретки то есть он работал на лесопилке и после работы подрабатывал тем что там из этих там из каких-то остатков того что у него было на лесопилке делал там табуретки и потом ходил на рынок эти табуретки продавал и ну как бы она предлагала мне чтобы я подошел к ней ему и сам попросил ему помочь но так как мне не хотелось ничего ему помогать ну мне во первых не нравилось это дело я не хотел ничего пилить не хотел мне не нравилось это дело я учился такой в театральной школе нет я еще тогда даже театральной школы поступил от я еще учился в обычной в общем я занимался в театральной студии тогда уже мне это абсолютно было неинтересно я подходил к нему просто потому что мама попросила но сначала он говорил что типа мол он видел что мне это не интересно и он говорил мол нет ну типа а потом когда я это повторялась он уже говорил просто иди нахуй ну типа ну то есть я к нему подходил и получался такой все время замкнутый круг я не понимал что от меня хотят мама говорит подойди к нему попроси он мне говорил иди нахуй и я у меня просто сворачивался мозг от того что от того что зачем 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 это делают со мной я никому ничего плохого не сделал за что мне посылает нахуй ну то есть после вот этого посылает посылание нахуй мне хотелось все меньше и меньше с этим человеком общаться и я говорил что она не говорил подойти поздоровайся когда ты приходишь со школы подойди к нему поздоровайся я говорил здравствуйте потому что я уже не хотел с этим человеком общаться он не говорил иди нахуй вместо ну вот этого всего и в общем таким образом наши отношения приходили вообще полный в полное полное непонимание мама никогда не вступалась за меня мне запрещали выходить из моей комнаты я не мог ну то есть так телевизора не было я смотрел телевизор в отражении там у нас была такая дверь дверца со стеклянными вставками когда дверца была открыта я мог из своей комнаты вылазить и смотрите в отражении стекла то чтобы они смотрят по телевизору я помню тогда мне уже нравилась группа тату и я когда там по нтв я помню шла там какой-нибудь репортаж там в намедние вот это был 2001-2002 год тату мировая популярность я такой господи там покажу тату я хочу посмотреть я смотрел в отражении репортаж мне запрещали заходить в эту комнату и мама никаким образом я тогда думал что мама что моя мама жертва что она хочет но она что ну в общем я потом до меня стала доходить когда киса хочет в кадр тоже да ну давайте пускай будет киса в кадре тоже в общем когда когда я стал взрослее я понял что просто я был был там очень сильно не нужен никому и мне стало понятно когда я спрашивал могу ли это у меня появилась какая-то компания в летнем лагере я был я спрашивал можно ли мне с ними уходить гулять они нами горела да можно и сначала я воспринимал это то что ой мне так повезло с мамой кому-то запрещает кому-то говорят возвращаться домой а мне говорят можно гулять допоздна я всегда воспринимал как преимущество сейчас я понимаю что просто никто не хотел чтобы я возвращался домой и поэтому никто не ждал меня но я вообще хотела не хотел рассказывать всю эту историю так подробно наверное я завершу тем что когда мне было 15 лет очень просто выставил меня за двери моя мама пила и когда я на выходные она уезжала якобы к бабушке проведать бабушку прабабушку так получилось что мы прабабушка до пережила мою бабушку и она якобы приезжала ее навестить по факту она просто выпивала с моим дядей и очень вою чтобы она пьяная не приезжала вот у меня же школа была уже в новом районе я приезжал чтобы пойти с утра в школу мне говорили возвращаясь туда там где твоя мать и это продолжалось несколько раз и в один из таких разов я просто сказал что я не я что-то там начал как-то уже грубить я понял что я не не год не хочу никуда возвращаться что это их проблемы вообще мне это не касается еще меня выставили за шкирку в подъезд порвали мне еще при этом майку и я понял что возвращаться мне некуда вот вскоре после этого у меня появился первый парень и я переехал будет громко сказали сказано жить к нему он сам не жил у себя дома он жил дома у своего лучшего друга в однокомнатной квартире и как-то он так договорился со своим лучшим другом что мы жили втроем в этой однокомнатной квартире там мы там надували себе матрас на кухне и спали на этом матрасе вот сейчас я это говорю это звучит просто как сумасшедший бред какой-то втроем мы жили в таком-то квартире у чужого человека просто для меня и ну и как то вот так вот начиналась началась моя самостоятельная жизнь то есть несколько сейчас я вспоминаю эти года жизни с матерью и с отчимом как одни самых худших лет в моей жизни я понимаю что никакой матери у меня не было с тех пор как умерла моя бабушка и вообще моей матери всегда была только она и конечно же сказать в том что я эти отношения родительские пытался найти где-то вот восполнить себе в других сферах это ничего не сказать я из каждой своей из каждой мамы моей подруги пытался создать прообраз своей мамы они любили меня как как своего ребенка да ну с какими-то пометочками ты мой ребенок пока ты у нас в гостях время костей заканчивается и ты уходишь к себе домой и это все время была какая такая неразделенная любовь какая-то вот я хочу чтобы вы стали где-то в какой-то семье ребенком я все время как будто бы сын но на пану но понарошку и конечно же это отражалось и на работе я всегда пытался своим начальницам стать лучшим ребенком стать отличником возьмите меня пожалуйста возьмите пытался все время выслужиться пытался доказать что я лучший пытался показать свое что я заслуживаю этого самого места что ну да и и в итоге меня всегда оказывал оказывался преданным потому что ну понятное дело что ты никто не знает что у тебя в душе что ты хочешь восполнить свою ролевую модель такая же такая же история была у меня с моей троюродной сестрой которая буквально на пару лет меня старше но но у нее уже такая прям большая семья трое детей когда ну то есть у нее состоятельный муж и когда мы общались у меня тоже было ощущение того что я как будто бы с мамой потому что ну то есть она уже мама на самом деле у нее уже старшему сыну больше 18 я сейчас точную цифру не скажу он уже поступил наверное уже 20 марта 21 в общем и какое-то вот я понимаю что она и состоятельной семьи я тоже как в какой-то момент хотел чтобы получить какую-то не незаслуженную любовь незаслуженную доверие незаслуженная ну просто потому что я есть да просто потому что я человек у которого этого не было я все время пытался в этом найти и всегда это вот это вот всегда приносило мне только беды и потому что никто не знает о том что я на самом-то деле хочу получить любовь незаслуженную да за то что я просто есть то что я вижу в этих людях и что начальники у меня да ну как бы когда пытался выслушаться они получали то что им было надо ну и уходили домой в свою семью а я так и оставался со своими нереализованными амбициями вообще тему можно очень долго продолжать но я наверное не буду я думаю что я еще не раз своих видосах и и коснулась у меня много историй связанных с этим но основное хочу что сказать что как стать как как вообще выйти из этой ситуации потому что эта ситуация она же переносится и на отношения когда ты встречаешься с человеком ты хочешь чтобы тебе заботились том числе вот но в отношениях она работает по-другому ты начинаешь показывать якобы тут уровень тут уровень который ты хочешь чтобы тебе давали тот уровень заботы ты демонстрируешь сам тот уровень заботы которые ты хочешь чтобы тебе давали но человек воспринимает это несколько иначе он воспринимает это как ты давай мне вот то что ты тот уровень заботы которые ты даешь а я спасибо я принимаю вот я не буду давать тебе такой же уровень мне нравится получать это и для того чтобы получать такую такую уровень заботы нужно нести другую энергию нужно другие друг 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 по-другому демонстрировать свои чувства и наверное если бы ты был в отношениях если бы твои родители были в отношениях которые демонстрировали бы так и такой такой уровень до взаимоотношений ты бы смог научиться это рассказывать потому что кто тебя может научить здоровым отношениям если нет войны не твой дом поэтому когда ты вырастаешь сначала ты хочешь стремится быть делать все противоположно твоим родителям а потом ты понимаешь что противоположно твоим родителям тоже не работает на типа будешь говорить что я буду дарить только любовь добро а потом ты понимаешь ты если ты дальше только любовь и добро этим начинают пользоваться, поэтому нужно какой-то баланс содержать в своих отношениях, чтобы это было, чтобы этим и не пользовались, и при этом отдавать то, что ты на самом деле хочешь, добрую энергию. Но как это делать, непонятно. И одно из решений, которое сейчас на сегодняшний день ведет меня к гармонии, оно одновременно и простое, но при этом еще и сложное, конечно же. Тут вдруг спалил себе нос. Прошу прощения, попью. Решение, которое я читала в книгах и то, с которым мы обсуждали с моим психотерапевтом, и неоднократно я приходил к тому, что это действительно так, это стать самому себе родителем, стать самому себе братом, лучшим другом, сыном и отцом в одном лице. Как это работает? Для этого нужно посмотреть на ситуацию со стороны, и так как у тебя нет того близкого человека, которого ты ждешь, да, который скажет тебе, который заменит тебе маму и скажет, Сереженька, с тобой все хорошо, я люблю тебя, я принимаю тебя таким, какой ты есть, ты у меня самый лучший сынок, я хочу, чтобы ты был здоров, я желаю тебе самого лучшего. Если этого рядом с тобой не звучит, ты можешь как бы посмотреть на себя со стороны, ты вот уже взрослый, 34-летний мужчина, и вспомнить того Сережу, которому нужна была вот эта поддержка, любовь, и представить себе, как бы ты себе хотел сказать, чтобы она прозвучала, и сказать эти слова самому себе. Вот ты, Сережа, сегодня там, я не знаю, сходил на свидание, тебе сказали что-то, что-то было прикольно, что-то тебя обидело, да, что-то поселило в тебе какую-то червоточину сомнений в самом себе, да, отделиться и сказать тебе, Сережа, ты прекрасный, ты посмотреть на себя, как на своего самого близкого друга, потому что кто, если не ты сам, кто, если у тебя нет семьи, кто тебя поддержит, то есть искать любовь в отношении других людей, которые не знают тебя, мой опыт подсказал, что приводит тебя к, ну, к тому, что тебя понимают неправильно, да, поэтому искать любовь, сначала подарить любовь самому себе, и когда ты сам себя потом полюбишь, тебя начинают любить окружающие, то есть стать самому себе родителем. И честно скажу, что вот я на психотерапии с 18-го года потихонечку-потихонечку я внедряю в свою жизнь эту технологию, потому что очень много в моей жизни было раньше всяких уничижений, и я каждую свою неудачу воспринимал как невероятное поражение, как огромную проблему, как то, чем надо, что нужно срочно исправлять, что нужно фиксить, что вот этот прокол, Серега, тебе не забудут никогда, вот это, Серега, ты как крест будешь нести до конца своей жизни, а вот это, Серега, такой позор, ну такой позор, как ты вообще после него дальше будешь в принципе жить. И я таких себе навешивал постоянно вот этих вещей, и мне с этим было очень сложно жить. Появлялся вот этот голос, который говорил, ооо, да что ж ты такое творишь, да кто так, ооо, все понятно. Вот, и вот этот человек еще на что-то рассчитывает, и вот ты сам себя постоянно уничижаешь. Я в какой-то момент подумал, что если есть такой голос, который тебя может сам себя уничижать, то почему у тебя не может появиться голос, который может тебе говорить, Сережа, ну ты ошибся, да, но ты хотел разве, чтобы было плохо? Нет. Ну ты разве хотел, чтобы... Ты же признаешь свою ошибку? Да. Ты в следующий раз не будешь же так делать? Конечно нет. Нет. Очень жаль, что ты ошибся, очень жаль, что пошло все не так, как ты хотел. Но, пожалуйста, ты умный человек. Ты сделаешь в следующий раз все лучше и лучше, и лучше, и лучше. Ты же сделаешь так. Да, я так сделаю. И когда я начал прощать себе какие-то ошибки, когда я начал любить в себе своего маленького Сергея, который ждет, когда же его похвалят, когда же к нему подойдут, когда я начал хвалить сам себя, начали происходить в моей жизни какие-то изменения, и сразу появились люди, которые увидели в тебе целостность и захотели дарить тебе любовь, дарить тебе заботу, становиться для тебя теми самыми... То есть вот уже пошли здоровые какие-то отношения, в которых ты уже не выполняешь роль, не показываешь, чего ты хочешь, а ты говоришь о том, что тебе нужно, просишь, ведешь коммуникацию. Это все очень сложно. Ну, в смысле, сложно так объяснить словами. Но когда ты начинаешь любить себя, другие люди начинают любить тебя. Это так странно. Я так слышал много раз это заключение. Но я знаю точно, что все, что я делаю в жизни, это ради любви, ради того, чтобы создавать что-то хорошее. И если я под собой несу такие цели, разве могу я себя за это оскорблять? Конечно же, нет. Поэтому я лишь хотел поделиться своим опытом. Ни к чему не принуждаю, не прошу делать никаких выводов. Но если вам одиноко, если вы выросли без родителей, если вы не знаете, как оно... Да, вот это вот, да, когда кто-то беспокоится о тебе. Да, потому что я... Кого-то очень сильно раздражают вопросы, если что-то ел, ты надел шапку или что-нибудь в этом роде. Я этих вопросов не слышал с 15 лет. Какое-то время я очень сильно по ним скучал. Сейчас я благодарен за все, что было в моей жизни. За этот тяжелый опыт тоже. Вот. Я ценю ту свободу, которая была мне дана. Без нее я его не получил, для того, что я имею сейчас. Но, точнее, даже не но, а и. Прошу прощения. Вместе с этим я понимаю, что стать самому себе лучшим другом в моей жизни сыграла роль, ну, которую сложно переоценить. Если это видео кому-то было полезным, если кто-то смог вынести какой-то для себя вывод или какую-то идею, если кому-то стало легче, я очень рад этому. Мне тоже очень важно говорить о своих болях. Ведь я же в первую очередь говорю это самому себе. Когда я это говорю вслух, я переживаю это и по-другому начинаю относиться к каким-то вещам. Часто мы вещи, которые мы произносим вслух, мы не замечаем, как на самом деле это выглядит со стороны. И я благодарен. Я благодарен возможности сделать какое-то что-то хорошее для других людей. И если вдруг что-то в твоей жизни сейчас не складывается или тебе очень тяжело, знай точно, что есть один человек. Один человек точно есть на всей этой вселенной, которая в тебя верит. Это ты сам. И это очень огромная сила. И как только ты эту силу сможешь в себе распознать, как только ты начнешь перестанешь стесняться того, что ты веришь в себя сам, как только ты поймешь, какая это огромная сила, когда ты сам у себя есть, тебе станет наплевать на любую другую, на любую другую, на любое другое мнение, на любую другую на любую другую возможность поддержки. Ну и знай точно, что есть еще один человек в этом мире, который в тебя верит. Я в тебя верю. И это не просто слова. У тебя правда все получится, все то, о чем ты мечтаешь, все то, чего ты хочешь. Все то, что ты хочешь, у тебя получится. Пока, это была вселенная Сергея Ульянова. На связи. И увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok